Стишка йорка, спортивная, классическая, не классическая, с подземными лапами будет. Йорка из клатуна. Будем это все вычесывать. Начинаем все с гигиены. Попа подбревается ножом 1,5 мм. Попа под основанием 1,5 мм. Я сбриваю всю паховую область и область промежности. Некоторым не нравится это. У хозяина лучше, когда знакомитесь с собачкой, первый раз уточнять. Некоторым может нравиться, когда лось чуть-чуть длиннее. Мне тогда подстригать ножничками нужно. Попа аккуратненько тоже здесь выливается 1,5 мм. Иногда бывают такие собачки, у которых от короткой стрижки пах чешется. Этот нюанс тоже хозяина может выяснить. Если он чешется, то брить либо 1,5 мм только по шерсти или против шерсти, или забрать нож 3,5 мм, 6 мм длиннее. Некоторые индивиды бывают, что только ножнички. Достаточно все остается заросшие. Только ножичками укрозненько стригается. Ну, как бы, в физичных случаях. Бывают такие собачки, которые расчешивают все, разниживают, если не чешут. Это не нокрое. Ну, это единица. Привет, Али. Ты же не разоголоваешься. Толички выливаются только по шерсти. Аккуратненько убирала. Отлично. У него не только способ. Против шерсти их до блинка выгревать нельзя. Они точно будут расчесываться. А ну же длина какая? 1,5 мм. Сушка покватики выгревается, наверное, здесь. Но у моих инфляторов у всех клиентов всегда немного больше. Как правило, свою ногу я точно выгреваю. Все просятся короче. Короче, чтобы это дольше обрастало. Изнутри выгреваю всю ушную раку. Может 0,25 мм. 40 мм. Можно даже 50 мм брать на 2 мм. На ушки. Аккуратненько подкладываю пальчик под полотно. И по пальчику ножом иду. Только изнутри к наружу. Никогда не бремя против шерсти. Никогда. Никаким ножом. 100% по режке. Только по шерсти. К одному краю уха. И к другому. Пятки. У нас поделение лапок. Можно обрастить. Аккуратненько все пальчики. Снутри и снаружи. У него воспаленная кожа на пятках. Видно, что она достаточно красная. Нужно стараться аккуратненько. Потому что такую кожу легко можно порезать и повредить. Коротким ножом. Но что же самое. На 0,25 мм. 0,2 мм. Нужно уже короче лезть не стоит. Значит точно. Все пальчики будут зацарапаны. Если сомневаетесь в своих силах. То лучше использовать даже ножик по длиннее. 0,5. 1. Просто будет менее аккуратно. Или можно еще использовать триммер. Им удобнее оперировать. Но они, как правило, достаточно быстро запутливаются. Аккуратненько. Триммер. Смотри. Особенно если собачка маленькая. Крутка лапы. И высоко лапку не поднять. Аккуратненько. И внутри. И снаружи. И снаружи. То, что за ней намного лучше ухаживать. Всегда дома с лапами меньше грязи. Аккуратненько. 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 Да. Ну и еще некоторые собачки тоже зацелкивают. Разлизывают свои лапы. Из-за короткой стрижки. Это тоже нужно учитывать. Потому что некоторые бывают такие. Чуть ли не дамят себя в лизе. Разлизывают потом. Когда выливаем лапу. Нужно beberенно следить. Чтобы ее не задирать высоко. Чтобы собаке было комфортно. Следим за положением лапы всегда. С innocence сильно летло. Это собачка бл Terre был в больных суставах. В рабочей с ними нужно это всегда учитывать, не кажется, я дам забрать свою лаку высокой или отвести ее в сторону. Возвращая лаку в сторону. Нужно внимательно стараться убирать волосики от паланг пальчиков вдоль когтя чтобы они смотрелись максимально аккуратненько У меня вот эти волосики все время остаются и мне туда не подобраться машинками Я, бывает, приходится ножницами подправляю Можно ножничками подправлять Ты в основном все машинкой стараешься, да? Пальчиком чуть-чуть отодвигаешь волосы, поднимаешь его и сбриваешь И снаружи Держу лапу, чтобы он раздвинул пальчики, я туда подкладываю мизинчик Мизинчик удавлю на лапку, он пальчик у него раздвигается Лапа находится в согнутом состоянии собаки Введу ее за огонь в колено И, собственно, ничего и происходит Лапа еще рано царапает, если она паленая В общем, в этом ничего супер криминального нет и супер страшного Все эти царапки достаточно быстро выживают Я должен быть очень хорошим А вот здесь Я angry Вы делаете Я делая Улина Улина Я commission Вы делаете Улина Если у вас сильно грязненький, то есть то, что сначала промыть уже, а после макия только брить, чтобы не горько сможет. Потому что у нас там много камушек, песчинок, песка, немножко чем-нибудь раздупить. По-бразильному клиенту. Такими жесткими движениями, практически не касаясь самой кожи, потому что нож очень короткий, им действительно легко поцарапать. Нужно контролировать этот момент. А так уже приятно? Угу. 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 Продолжение следует... 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 шею, зо затылка, божжу, чуть пониже оставляю, чтобы сделать переход от головы на шею, у нас тут еще бородавка. Продолжение следует... Животик аккуратненько, если там есть соски, чтобы их не надевать. Продолжение следует... Тоже такие и есть. Продолжение следует... Достаточно опасное введение. Это не только, если она особо проходит, не уверена. Если не верен, то ножом, если не верю, то она пора не сажала. Самое, наверное, что-то подмышек тоже очень аккуратно, если отходить. Подмышки лучше прогревать. Ножом-то короче. Дальше мы делаем 1-1,5 мм. Даже тройку, не стоит укладывать в подмышек. Не то, что шестерка. Они легко попадаются в кладки позже, и они легко режут. Подглечить... А если это не так, у меня не удобно, когда... Ножиколепит... Также... Ножиколепит... Ножиколепит... ...возвращение... Ножиколепит... Обратно. Наверное... Соколепит... Сняли. Прибавляем, что она выкушевивается. Выщипывание ушей. Пальчиком отодвигаем, держим ушко. По контуру стреляем. На уголок забритый, да? На уголок забритый. Или по прямой. По прямой. Не важно, на самом деле. Окантовка всегда против шерсти. Выщипываем шерсть внутри. Опять-таки, если там остаются какие-то мелкие волосы, внутри ушной раплины, в этом нет ничего страшного. Они там должны быть. Это их естественное местонахождение. В ухе должны быть волосы. Но главное не пучками, не большие, которые сильно закрывают ушной проход. То есть до лысого там прям выщипывать необязательно. Волосы там растут, и растут они там не зря. Они выполняют свою функцию. Но в ходе селекции они там стали вырастать очень длинными и очень густыми. Что уже не способствует здоровью, а только его ухудшает. Поэтому терминк волос в ушную раковину обязательно. У всех же так легко отходит? У некоторых бывает чуть потяжелее, но в основном они отходят легко. Нормально они должны легко отходить. Так. Стригутся когти. Ну когти я уже постригла. И еще такой момент, так как он весь в колтунах, я сделаю предварительную стрижку. И вычисли. Приблизительно там плюс сантиметр по линиям, по тем, по которым делаются переходы. Какая лапа будет? Потому что здесь, конечно, прям жесткие колтуны. Чтобы это все было проще вычеркнуть. И нервничать состричь. Корпус у собачки пузырили хозяина, а лапы оставили. На самом деле, молодцы стричь кони. И синий испортили. Вот. Ну, конечно, это все свалялось. Очень-очень сильно. Так. 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 проще расчесать, нежели чем 10, поэтому так приблизительно, по тем линиям, по которым это будет дальнейшее пострижено, и все стреляем. Продолжение следует... Если, конечно, еще нет опыта и нет представления, как все это будет то лучше такую стрижку не делать. Скорее всего, будет большой косяк. И еще немножко, чтобы все это дело разобрать, конечно. Чтобы нормально все промыть, чтобы было потом все легко вычесать, чтобы собачке было не больно. Тоже все перед мытьем, разбираем. Шерсть, конечно, все равно сильно будет повреждаться, и она даже после стрижки уже будет поврежденно выглядеть, чтобы не делала. Далее при своевременном уходе все остановится. Хозяин, если первый раз, то лучше предупредить о том, что шерстка будет поврежденная. Потому что она будет идеально гладкая. В некоторых случаях лучше даже отказываться от выческих пупунов. Просто предлагаю ввести подмашинку, чтобы не мочить собаку. Ух ты! Без фору. Без фору. Без фору. Немного. Без фору. Вы учёсываетесь обычной кофтой, подзреваетесь? Нет, я учёсываю, когда как. Слишком зависит. Обычно я пытаюсь уговорить не обрить её на лысо, чтобы ни само не мышцы, ни собакой не общаться. На самом деле, у него они очень легко вычёсываются, даже прорезаются. У него шерсть хорошая, у которых мягкая шерсть. Не столь показательным, поэтому даже легко это терпит. Обычно при таких колтунах собака плачет и болеет. И они могут намного сложнее вычёсываться и прорезаться в том числе. Я просто знаю его шерсть, поэтому я решила её оставить, насколько это возможно. У него, конечно, очень-очень коротенькие штанишки. У меня просто то, что ты его сделала ножницами, я это делаю машинкой по шерсти. И вот, когда полтурны, я тоже, я сначала максимально снимаю лишний слаб машинкой. А потом уже у меня там остаётся всё сильнее. Ну, как бы, если ты по шерсти снимаешь, это только в корень, если ты его реально побреешь на нос. Нет, причём девяткой по шерсти получается как раз больше сантиметра. Ну, не прям по лапу, правильно, не касаясь лапами, всё равно навезёт. Девяткой ты не снимешь. У него оплюхи к самой коже. Девяткой ты туда даже не залезешь. Ну, я сниму всё, что снимется. Я ей говорю, а то, что не снимется, расчешу. Так, у меня вообще примерно всё. Подчесываем. И дальше уже можно идти мыться. Ну что, паузу, да, пока? Угу. Вот это белый кружок. Сюда пауза. Ты можешь продолжить? Или только начинать? Оставляю на попе небольшую занавесочку, чтобы нога казалась столбиком. Естественно, не злит ноги, но здесь сильная впадина. Когда так вот всё заболевают, как уж нам, церковь. Эта впадина очень сильно видна. Покажи, как это выглядит со стороны собца. А вот это место? А вот это место просто формируется, формируется ножничками. И вот эта вот впадина убирается без ноги. А наоборот вот это, чтобы её не было видно, да? Ну вот видишь, здесь просто добавляешь волос, чтобы у тебя нога была без этой впадины. Она будет более плавная, более ровная. Многие этого не делают. В большинстве случаев это место забревается. И визуально очень странненько выглядит нога. Я бы так выразилась. Мягко. Ну, на вкус и цвет. Кому-то нравится. Это очень легко. Как уж нам, чтобы выбрить ногу и вообще не делать никаких переходов. И не снимать никакой объём. Просто всё зафилировывается. В плоскости параллельны костям. Параллельны костям. У нас три способа окантовки лапы при пуделине. Просто собираем всё и обрезаем по кругу. Без всяких сборочек. Поделим то, что ли? А? Поделим то, что ли, да? Нет. Нет? Поделим. Получится не сильно красиво. Но если очень короткая нога у пуделя, то можно так, в принципе, сделать. Потом ещё подкруглить всё это делать ножничками. Такая штанишка. Мы находим музыкальное сопровождение храпа на сон. Мы находим музыкальное сопровождение храпа на сон. Замочиться можно так делать. Очень замечательные вещи есть. Такая шанкер называется. И я их тоже люблю. В подстрижках просто неизменимые вещи. В сон. Продолжение следует... 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 Махну влево хвостом, махну вправо хвостом. Махну влево хвостом, махну влево хвостом, махну влево хвостом. Махну влево хвостом, махну влево хвостом, махну влево хвостом. 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 Менько влево хвостом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Подможку можно, если не здесь, там все равно все машинка уберется. Если шерсть не спадающая лежит, то это все делается под расческу. Точно так же объем 3D на все 360 градусов. Прорабатывается. Можно сделать столбик, не прорабатывая объем. Но тогда, когда собачка будет немного грязненькая, все это станет его. Собаки будут не в столбике, а шаровары. Немного сбой эффект. Стоит много шерсти, если не прорабатывать объем, которая на себе копит грязь. Но эффект есть клюшей. Кому-то это очень нравится, кому-то это очень идет. Я не могу вести себе. Например, моей собаки. Ей намного больше идет в клешах. Это очень сильно волнистая шерсть, и когда ее коротко стрижешь, она все закручивается вокруг лапы. И лапки не в столбиками кажутся. Чуть не брики не на лосы. Аккуратно растягиваешь. Аккуратно растягиваешь. Ну и пусть. Чтобы никаких лишних складочек не было. Чтобы она не подъела. Чтобы она не подъела. Думала День гла. Обычная круглая голова, стандартная, я начинаю с макушки, делаю ее всегда достаточно коротко, потому что она быстро обрастает, быстро обрастают все это Глаза все просят покороче, как у мишки такая голова была собачка предыдущая, у нее там другие запросы, там наоборот нужна длинная голова Останови пока что Не могу, речь они не стригут, я бы закрутила, они без речи перестали Попробуйте, что ли? Ну, наверное, что-нибудь подстригут Ну ладно, давай, поехали Да, я включу Основную длину вдоль головы, потом все подравниваю поперек Переходим на затылок в ноль На удлинение, расческа под углом стоит На затылке самая короткая, чуть выше будет длиннее Из-за ушей все На удлинение На удлинение Макушка Махнатенькая, но коротенькая Челки у нас не будет Шмяк-шмяк, шмяк-шмяк, шмяк-шмяк Шмяк-шмяк-шмяк И началось Переход к переносице Обрабатываем филировочкой, чтобы не было грубого среза И все Проходим филировкой, чтобы не было грубого среза Открылись очи у собаки Теперь она все видит Ушки Ночесали все на ушечка Голову собачки Котом опустили С учетом того, что у него болит шея Только у него не у всех И сделали окантовку Одному И примерно Второй Слышно, чтобы они были похожи, конечно Похожи? Мне кажется, право это не будет Они возможны Потому что Вот я сверху с этой стороны Мне кажется Или он ухо это задрал уже А это еще висит Тут возникает вопрос Правое какое? Правое или ее? И его или твое? Его Ты как смотришь сбоку, все равно Ракурс сбоку Он должен проверить сразу Ракурсы, чтобы они были одинаковые Понимаем голову вверх Очень аккуратненько Потому что у нее болит шея Слушай, ну а если собака уши Она постоянно дергает Аккуратненько Все равно такая В момент В момент попадаешь Тут же я тебе очень тяжело Может, почему ты встречаешь? Не заметила? Одно висит, другое стоит И одно никогда не стоит Никогда Дальше Спереди Смотрим, что у нас вообще получилось Мы еще ничего не видели Но у меня Может, что-то получилось Что-то вообще не ясно Совершенно Какие-то ловки смешные Так широко расставлены Думаю, что за непонятность Я у нее просто широко расставлены Ага А вот Действительно Длиннее Дальше Дальше Смешные мужики. Выход от ушей. Точные выхода. Где у тебя точка выхода? Как ее смотреть? Вот где закончила вот эта стричь? Нет, выход от уха это вот. Примерно, чтобы они были одинаковые. Если честно, мне почему-то кажется, что у него разные уши. Мне кажется, что вот это ухо у него уже, а вот это ухо у него шире. По ширине вообще, они сами по себе у него очень разные. Одно ухо торчит в сторону, а другое немного лежит вперед. Как бы их не корректировали, они не становятся одинаковыми. Тяжело. И дальше, собственно, просто формируется кружочек. Закрытым. 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 Просто понеметчик. Закрытым. 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 Ухо! Здесь дома. Самая длинная точка от глаза вниз. Головина с короткой будет. Усики мы убираем к ней и все, что убираем, то убираем с другой стороны. Самая длинная в угла глазу вниз и усики под коробки. Не бойтесь. Дальше сглаживаем боковые переходы от нашего уха до наших усов. Это то, что немного не совсем задний контур, но вот этот передний. Когда собачка макрадет головой, она встает вот этим квадратиком. Корректируется она в положении 1 и 3. Итали. Итали. Вперед и вбок. Вверх и вниз. Когда она мотнет головой, у него уже будет все кругленько. Дальше, подаметки, что у нас получилось, начинаем выравнивать кружочек. Дальше, подаметки. Дальше, подаметки. Дальше, подаметки. Дальше, подаметки. Поэтому рот все равно периодически открывается. А если вообще дергается как бешеная? Вот как с ней справляться? Никак. Делать так, чтобы она не дергалась. Знаешь, спокойная собака красивая собака? Нет, бешеная как получилось. Приучать постепенно. Ой, слушай, кто будет их прячать? Они привыкают. А дальше уже фотошоп. Да. Тихо. Еще раз возьми с этой стороны. А, да. Там еще надо делать. Нет, я имею ввиду, как ты пальцы держишь ее специально снять. И вот этим пальцем нижнюю челюсть поджимать, да? Потому что я так не знала. Почему? Ну, не знаю, там сами себе, сами к собой ложатся пальчики. Когда ты, в принципе, держишь так голову. Новомодное срезание усиков. Витрицы сpanки. Ого. Эй. Ого. Нежка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...